добрый день татьяна викторовна я постаралась поправить звук ну что дорогие коллеги уважаемые коллеги я вижу что нас сегодня собралось много насколько меня хорошо видно и слышно насколько комфортно слушать если все хорошо тогда ставьте огонечки все прекрасно огонечков много ух здорово тогда не отвлекаемся и будем говорить о такой теме как синдром эмоционального выгорания тем более что тема для начала декабря очень такая даже актуальная мало того что у нас много работы в декабре так еще и солнца мало и вообще становится немножечко грустно как же справляться с этим синдромом и вообще почему я начала учебных курсах об этом говорить вроде бы как личная проблема а вот и нет несколько фактов для начала чтобы раскачать нашу тему смотрите один факт в оренбурге учительницу которая ударила ученика на уроке математики привлекли к ответственности об этом сообщали газеты в прошлом году в одной из областных школ между восьмиклассником у учителем произошел в конфликт в результате которого педагог не сдержал эмоции и ударил подростка вот много таких вещей происходит и на самом деле это не единичные случаи конечно попадают единичные случаи у нас в подборку новостей но по недавним исследованием выяснилось что пять процентов учителей имеют все признаки профессионального выгорания то есть это не просто усталость это не просто недовольство своей работой а это очень тяжелое и очень опасное состояние то есть в нашей с вами стране 75 тысяч наших коллег эмоционально выгоревшие педагоги давайте проверим звук не пропадают ли звук все хорошо показывает и она новом месте поэтому немножечко волнуюсь за качество все хорошо по признакам спасибо за вопрос что это такое сейчас расскажу и тут же перейдем к признакам что это такое это синдром синдром то есть в нем есть много составных частей синдром который развивается на фоне хронического стресса и и который ведет к истощению эмоционально энергетических и личностных ресурсов работающего человека вот давайте будем проверять себя чувство постоянной усталости не только по вечерам но и по утрам сразу после сна то есть проснулись уже жить не хочется второе постоянное ощущение эмоционального и физического истощения третье это очень важно отсутствие страха и любопытства вот страх и любопытство это базовые эмоции которые всегда нам напоминают о том что вы живые если вам ничего не интересно и ничего не страшно уже стоит задуматься дальше общая слабость часто и беспричинные головные боли постоянное расстройство желудочно-кишечного тракта и заметное снижение сенсорной чувствительности то есть ухудшается зрение слух обоняние осязания потери внутренних и телесных ощущений можете проверить себя дальше следующие признаки которые могут быть это безразличие ко всему скука пассивность депрессия депрессия это значит не просто ничего не хочется все противно это значит сил нету даже на на то чтобы проявлять свои плохие эмоции дальше следующее это повышенная раздражительность когда любое мелкое событие вас выбивает из колье и вы можете разогнаться за 30 секунд вот от любого какого-то мелкого события частые нервные срывы когда вы или гневаетесь или впадаете истерику или уходите в себя общий фон эмоций при этом становится негативным то есть это общий фон сменяющий друг друга вина обида стыд подозрительность скованность тревога и так по кругу и в этом общем фоне куда-то теряется радость удовольствие спокойствие расслабленность их вот просто совсем нет дальше чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности то есть вроде бы все понятно все прозрачно и стабильно а изнутри идет ощущение что что-то не так чувство того что вы не справляетесь ситуации то есть какое-то предстоит событие например утренник спектакль или педсовет и вы просыпаетесь среди ночи понимаете что я точно не справлюсь вот точно не справлюсь но и общая негативная установка то есть общее понимание что жизнь сложная плохая штука и от будущего ждать больше нечего вот теперь поставьте огонечки кто у себя обнаружил больше пятидесяти процентов из перечисленных признаков давайте еще вот слайд вернул вот первый слайд чтобы пробежаться глазами и второй слайд здесь уже такие более тонкие признаки вот есть у нас огонечки и как раз насколько я понимаю в процентах это вот те пять процентов от общего числа слушателей ну примерно та же статистика вот кто огонечки поставил будьте очень внимательны к этой презентации и может быть даже не ограничитесь вот этой нашей встречей обратитесь психологу который находится неподалеку от вас и попросите о помощи вопрос внешние факторы тоже влияют на эмоциональное выгорание они влияют что говорит как можно сказать нарастающим порядком но они не так существенно влияют влияют как внутренние поэтому сегодня мы будем говорить о внутренней работе то есть самое главное что влияет на то вы горем или нет это жизненная позиция по отношению к жизни и к самому себе то есть если человек не выгоревший если он в нормальном физическом состоянии и к примеру он попал под снежный дождь как вот у меня сегодня происходит там где я живу то он может но спокойно к этому отнестись взять зонтик и все и пойти под зонтиком любоваться этой погоды если человек выгорание то тогда он может разозлиться не пойти на работу или пойти на работу но все будет испорчено и все будет бесить вот дождь никуда не делся он как был таки остался отношения внутренние она разная надеюсь что я рассказала очень большой объем работы плюс семья и домашние дела точно также анжел смотрите объем работы он могут плюс-минус примерно одинаковый да у всех и кто-то этот объем несет нормально кто-то вынести не может и нам с вами нужно разобраться может быть как можно этот объем скорректировать может быть что-то там не ваша на вас навешано а может быть разобраться как это принять вот теперь давайте про причины причины я буду в этом разделе очень честно и возможно это будет какая-то не очень принятная приятная информация которую не хочется принимать близко к сердцу но все-таки обратите на нее внимание не отталкивайте итак первое что ведет к профессиональному выгоранию это профессиональная деформация вот об этом сейчас поговорим и даже в такой полу серьезной полушуточной форме себя потестируем что такое профессиональная деформация в идеальном состоянии есть человек есть человек у которого много много разных сфер жизни то есть у него есть своя работа у него есть дети есть друзья есть любимый человек есть некое пространство для отдыха там где хобби походы с друзьями подружками в кафе бассейны тренажерные залы прогулки и так далее то есть много всего здесь и забота о родителях может быть забота о детях вот есть допустим люди которые все это делают через призму своей профессии то есть как бы профессия в сфере жизненных интересов разрастается до такой степени что перекрывает все остальное и вот это как раз профессиональная деформация сейчас я предлагаю себя проверить на профессиональную деформацию это будет не серьезный тест но он будет очень полезным и так сначала серьезные признаки профессиональной деформации что это такое это когда вы переносите рабочие навыки на бытовое общение когда есть некая предупрежденность в отношении к людям педантизм это может быть упрощенное восприятие ситуации когда вы не принимаете какие-то другие точки зрения это вечное желание поправлять других особенно учителя педагоги которые занимаются русским языком и литературой они очень любят исправлять ошибки в произношении других людей и это очень раздражает их окружающих это может быть некая назойливость то есть когда по любому поводу вы стремитесь рассказать как можно больше информации людям даже если они об этом не просят и навязать свою точку зрения склонность повтором и придерживание придерживание какого-то четко сложившегося стереотипа то есть жизнь устроена вот так и никак иначе если по другому то значит это мне мерещится итак кто готов на шуточный тест ставьте огонечки это я какой ужас вот теперь смотрите я вам рассказываю шуточку а вы ставите цифры которые совпадают с вашим положением вещей и такой педагог если несете из дома все что может пригодиться на рабочем месте цифра 1 второе приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных людей тут всякие бумажки всякие тесты творческие работы людей и так природный материал и методички и много-много чего еще третье ваша семья принесена в жертву образованию она тоже работает с вами хотя не числится в штате четвертое друзья далекие от образования не понимают когда вы говорите о своих 30 детях и 45 родителях 5 каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает мини-педсовет несмотря на то что вы все время клянетесь работе не говорить шестое чужих денежек вашей сумочке всегда больше чем своих седьмое вы выскакиваете среди ночи чтобы записать очередную гениальную идею к завтрашнему занятию 8 ваш дом уже задыхается от вас и чек и других ненужных безделушек которые вы не можете выбросить это же подарки вас знают половина района это 9 10 вы умеете красить белить клеить забивать гвозди чинить мебель работать до утра и так далее 11 вы не умеете толково отдыхать говорить нет и проходить мимо книжных прилавков и 12 вы никак не можете определиться с первого сентября вам принимать поздравления или соболезнования ну вот собственно говоря и все я вижу ваши циферки ну а теперь о серьезном смотрите я вам сейчас покажу те же слайды но выделю определенные слова вы посмотрите пожалуйста на эти слова и вот то что вы ощутите и мысли которые придут к вам напишите в чат и так обратите внимание на слова которые выделены красным вот на этом слайде и на следующем можно свои мысли писать я пока слайды полистаю туда-сюда да то есть работа вытеснила из вашей жизни дом семью друзей неформально неформально встречи работа мешает вам быть здоровым высыпаться кушать во время говорить нет и удерживать свои личные границы вот если это так не должно быть да пока семья и дом перевешивают и пусть так будет всегда галина пусть у вас все в мире в этом будет хорошо научилась говорит нет работа на первом месте да говорит нет ну вот запомните пожалуйста вот такой тест и презентацию когда получите можете этот тест провести с коллегами перемешиваем со стороны себя не слышим до стопроцентное выгорание ну и как вернуть баланс я вам очень сильно советую сделать вот это простенькое коучинговое упражнение которое называется колесо жизненного баланса берется круг чертится можно от руки делится на восемь секторов и в каждый сектор вписывается то что важного есть вашей жизни семья здоровье карьера финансы любовь и отношения отдых личностный рост духовное развитие и потом вы по десятибальной шкале оцениваете а насколько вы удовлетворены развитием вот этого сектора в вашей жизни и если у вас получается примерно такое колесико как у меня на слайде то наверное стоит задуматься за счет чего строится ваша прекрасная головокружительная карьера и чего вы в этой жизни лишаетесь и тогда возможно вам захочется немножко побалансировать свою жизнь и направить свою энергию на что-то другое на отношения например на семью на здоровье на духовное развитие и на другие важные вещи читаю чат не могу говорить нет мы с головой уходим в работу забывая о своем только в рабочие дни а в остальное время я отдыхаю уделяю внимание семье и родным ну вот рабочий это тоже хороший вариант то есть время делится на рабочие домашние следующее что приводит к выгоранию это некий такой двойственный образ учителя которые присутствует в нашем обществе с одной стороны учитель должен быть носителем высоких моральных идейных качеств то есть учитель воспитатель педагог нас ставят на пьедестал нас практически боготворят носят подарки да и учитель ну что-то такое есть в этом слове то есть это почти бог ну то есть почти бог не может фотографироваться в купальниках пить спиртное даже заходить в отделы где продаются разные красивые дамские вещи заметьте что я предельно корректно здесь вот учитель много чего не может он не может проявлять эмоции даже просто отдыхать и с другой стороны есть другое отношение что учитель вообще-то может все вот отрывочек из письма это даже не письмо это вопрос на одном из форумов коллеги меня интересовал вопрос кто делает уборку кабинета вы или уборщица детей приглашает а я всегда протестую почему это должна делать я есть уборщицы вот 1 сентября пол пришлось самой мыть но точно знаю что не должна и не обязана быть кабинет да я получаю 100 рублей заведения кабинета но не за его методическую оснащенность да они за то что я его мою и все время пытаюсь доказать что это не входит мои должностные обязанности или чудесный случай когда директор вызвал учителей на субботник из субботник заключался в том чтобы зайти в школу в которой только что красили и сделать там генеральную уборку потому что борщицы отказались школу заходить а учитель это вот ваша прямая обязанность то есть у нас получается некий разрыв с одной стороны учитель вроде как это святая какая-то работа с другой стороны ну вот практически хуже уборщицы и вот эти вещи они тоже способны привести к выгоранию да вот картинка чтобы немножечко повеселились к сожалению в фонтане искупаться нам тоже нельзя а иногда очень хочется пошалить наверное кому хочется пошалить тот может тоже написать огонек кому хочется вести себя не так правильно как нам приписывать это общество огоньки пошли замечательно и третье ну вот на или а нам добавляют уборщица не так тщательно мой поэтому приходится самой прибираться без комментариев ладно третье а третье почему мы выгораем на работе и почему все на работу уносим это попадание в сценарий что такое сценарий это такое некий жизненный план которого мы придерживаемся всю свою жизнь ну или почти всю свою жизнь пока не решим что нам этот жизненный план не подходит и не взбунтуемся сценариев женских много описано они описаны клодом штайнером в книжке сценарий жизни она есть в открытом доступе в интернет поэтому вы можете ее почитать разные сценарии но нас интересует сценарий учительница что это за женщина когда эта женщина молодая она принимает решение учить детей потому что думает что это хорошая работа что это единственный способ заниматься своим делом любимым ну потому что проявляться в своем деле она боится как допустим как специалист сейчас поясню примером либо это единственный способ управлять окружающими людьми вот сейчас буду предельно жесткой и поясню вот этот вот тезис смотрите есть у меня одна знакомая которая очень любила музыку в юности с одной стороны очень любила с другой стороны честно считала что ей исполнителем не стать потому что у нее мало талант что делать музыку люблю таланты мало чтобы стать исполнителем я буду учителем музыки вот как пример единственный способ управлять то есть детьми управлять легче чем взрослыми и работа учителем она дает большую такую иллюзию управления окружающей действительности то есть классно же тебя слушаются тебе подчиняются то есть ты какой-то большой человек за потом потом она попадает в ловушку стремления сохранить свою работу так как работа дает ей иллюзию безопасности и это я тоже на консультациях очень часто слышу то есть такие речи я бы сейчас ушла из садика из школы но кому я за пределами образование нужно за пределами сферы образования вот то есть школа кажется неким безопасным местом которая охраняет от чего-то дальше есть приходится следовать правилам даже если они не нравятся еще и учить этому детей то есть здесь вот ну в есть такие моменты когда нужно говорить с детьми о том что управлять и командовать ни одно и то же со взрослыми проще смотрите зацепила евгения и зоя я не говорю что это у всех я говорю что себя стоит просканировать на тему не сценарий ли это у меня если не сценарий если вам все нравится если вы делитесь информации искренне и получаете от этого удовольствие тогда у вас просто нет сценария это не про всех учителей это про очень малую часть учителей но вот эту возможность нужно исключить разбираться тогда уж с остальным вот надеюсь что никого не обидела потому что когда дело доходит до разбора сценариев это воспринимается с раздражением я об этом знаю и готова принять свою порцию помидорок вот дальше ее главная проблема в том что она проводит все свое рабочее время с детьми и поэтому не общаются со своими ровесниками и как правило она отдает больше любви чем получает взамен то есть это некий такой однонаправленный процесс когда вы приходите на работу отдаете 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 а поскольку на другой мир у вас нету ни времени ни сил то вы от мира получить ничего не можете то есть для того чтобы отдавать энергию и нужно каким-то образом запасать ну например набираясь каких-то приятных впечатлений набираясь физического здоровья радости и у нас не получается это сделать потому что работы много на другое времени не хватает и мы отрезаны от источников энергии если понятно поставьте огонечки до последнее время поменяла приоритеты это очень хорошо как раз последнее время последние два года как бы они тяжелыми какими бы тяжелыми не были они меняют очень сильно приоритеты и мы становимся более естественным вот дальше про сценарий учительницы когда ее начинают раздражать такое положение дел она занимает позицию преследователя хотя при этом остается благосклонной к нескольким любимчиком вот это редкие но очень нехорошие истории про учителей которых все боятся или про воспитатели которые никто не хочет идти которые обижают детей и родителей таких немного но это вот как раз результат работы вот это вот сценария что сделать если вдруг вы сейчас поняли что в этом сценарии или хотя бы заподозрили что какие-то черты вот эти сценарные у вас есть первое это в своей жизни опять-таки приобрести некий баланс вот когда вы будете и давайте получать примерно одинаково второе это научиться работать в равноправном компаньонском стиле насколько я заметила а я с педагогами общаюсь очень часто в нашей системе образования в основном отношении детско-родительских нам никак неравны и взрослые это тоже очень сильно чувствуется когда особенно со стороны смотришь на это то есть учитель относится как родитель к детям и как ребенок директор школ их вышестоящему директор школы относятся к вот четверг учителям он их может поругать пристражить подутешить на вытерят слезки наградить чем-то и так далее то есть это родительская позиция и с другой стороны директор как ребенок относится к допустим руководители управления образования и вот вся эта структура педагогическая она выстроена как детско-родительская как только вы начнете переходить на партнерские отношения то есть отношения равных людей и отношения в которых вы отдаете столько сколько получаете вам сразу полегчает резко второе поставить на первое место свою социальную жизнь ну или по крайней мере придать ей такую же важность как материальной обеспеченности то есть есть желание заработать деньги есть желание жить чтобы желание заработать деньги не перекрывал другие желания и время от времени заниматься другой работой которая даст возможность общаться со сверстниками социальная жизнь это жизнь и людей то есть это ваша семья это ваши друзья это другие человеческие контакты это ваши хобби ваши тренировки ваши спортивные клубы клубы по интересам кулинарные мастер-классы отношения с родителями много-много всего отдых конце концов то есть если вы зарабатываете деньги для чего вы их зарабатываете как раз по идее для того чтобы ваша жизнь но обеспечить себе хорошую спокойную счастливую жизнь вот это про сценарий но и вот еще одна шуточка а вот где взять на это время хорошо если я вас сейчас заставлю задуматься профессиональная деятельность входит в понятие социальная жизнь но не замещает ее профессиональной деятельности есть много много еще чего и взять это время ограничивать время работы вот по другому нет ну и шуточка на последок после того как я эту тему сказала я вижу слезы в чате я их вытираю вот смотрите дома хочет так устаешь морально что дома хочется тишины и покоя почему вы устаете морально мы сейчас об этом поговорим как не вливать свои эмоции в этот процесс оставлять их цельными шуточка у меня девушка учительница начальных классов говорит молодой человек мы что а вот что дорогой когда целуешься не причмокивай головой по сторонам не крути не горбись все спасибо садись 4 ну вот и господи это про меня ой пошли огонечки ну вот это пример того что такое прав деформации вход в сценарий марин владимировна у нас на данный момент учителей не хватает вот это на всякий случай то есть очередь из желающих занять ваше место у дверей вашего заведения точно не стоит можете проверить вот всегда есть выбор всегда есть выбор и если вы для себя однажды решите что вы выбираете из всех возможностей наилучшую для себя они ту которая пришла 1 когда все может улучшиться намного пример надо из практики ну чтоб понятно было если надо тогда огонечки ставьте хорошо у меня была одна из клиенток которая работала психологом ой мужчины любят учительницы воспитательств определенного типа мужчины есть те которые не любят вот девушка которая работала психологом и она работала на четырех работах это тоже нормально у нас психологов так принято и она очень сильно уставала и она говорила а что мне делать я не могу бросить ни одной из этих работ у меня же ипотека и и и все на свете вот мы с ней сделали расчеты и сделали цену ее рабочего часа и выяснилось что в одном заведении где она работает учебном заведении у нее высокая ставка и небольшая нагрузкой она получает нормальную цену за свой рабочий час а в другом заведении она занята больше но рабочий час меньше и и я ей предложила а что будет если ты уйдешь с той работы где ты получаешь меньше денег за свою работу она сказала ужас как я же не выдержу а потом как-то так получилось что она переговорила с заведующей от его детского сада где денег было больше была частная структура и предложили дополнительную работу то есть теперь у нее три работы за те же самые деньги на тратит гораздо меньше времени на свою работу и гораздо больше отдыхает ищите возможности они вот прямо за горизонтом честное слово если вы закончите вот слушать этот вебинар и пойдете искать возможности вы их найдете как выйти из сценария выделить внутри своей личности область профессии то есть есть профессия есть моя жизнь определить круг своих профессиональных обязанностей вот это я делаю это в мои обязанности не входят это обязанности технички это работа родители это работа директор школы например определить источники получения ресурсов и посчитать посчитать стоимость рабочего часа и возможно убрать те где рабочий час совсем дешевый укрепить самооценку укрепить свои личные границы научиться использовать эмоции как профессиональный инструмент ну да шли работать школа по призванию но не забывайте что если вас призвали ну там бог или вселенной ли у кто как призвали на эту работу то вам должны дать условия для не просто существования для нормальной хорошей жизни это очень большая такая ошибка когда нам говорят ну что вы же педагог это же ваше призвание вы же пришли в эту работу призвали зачем вам большая зарплата есть призвание деньги не важны вот движемся дальше хорошо ну и вот круг ресурсов ой отвечаю на вопросы я поняла что сегодня вольная тема такая у нас будет как указать роль директора который настаивает чтобы были учителя техническими вы смотрите круг своих обязанностей которые прописаны в должностной инструкции смотрите есть ли там обязанность убирать кабинет если ее нету то вы говорите в моей должностной инструкции этого нет . вот последняя часть вебинара это о том как правильно разговаривать с людьми почему слайды без заголовков не знаю так захотелось вот это круг ресурсов и это просто такая картинка для того чтобы вы посмотрели поискали ресурсы откуда вы еще можете взять энергию для того чтобы не быть такой уставший поздней осени усталость зашкаливает елена это еще и физиологический процесс поэтому потому что солнца мало не забывайте что есть солярии есть бассейн и есть разные вещи где мы можем воссоздать себе кусочек лета и тогда вы вы сможете себя восстановить если директор предложит поменять место работы поменяйте вот ей богу хороших мест работы очень много правда поверьте мне да это будет до 25 декабря по поводу усталости потом будет легче я с вами солидарно давайте двинемся в эмоции как сделать чтобы не вливать эмоции в работу и поговорим о эмоциональном интеллекте что это такое эмоциональный интеллект это умение воспринимать оценивать понимать свои чужие эмоции и умение ими управлять вот управление эмоций это не значит эмоции в себе подавить то есть если я ничего не чувствую это не значит что я своими эмоциями управляем это значит что я свои эмоции заморозила замороженными эмоциями плохо жить управлять эмоциями это значит слышать эмоцию правильно называть ее понимать каких действий требует эта эмоция сейчас буду приводить пример любовь нам пишет сегодня в садике не хватает воспитателей специалисты работают воспитателями вот что угнетает очень сильно ну вот видите друг другу отвечаете один говорит что не устроится работать а второй говорит что не хватает до поселках с работой проблемы к сожалению нет бассейнов и соляриев а в поселках есть природа вот вы тоже в каком-то более выигрышном положении по сравнению с нами горожанами природа которая вас может очень хорошо и быстро восстановить и горожанам до нее ехать часа три на электричке то это не всегда вот пользуйтесь тем что у вас есть и так управление эмоциями пример что значит слышать эмоцию например я почувствовала злость и ярость я прямо вижу как внутри меня что-то клокочет такое зло и яростная и я начинаю выяснять почему почему я испытываю ярость я себе говорю я в ярости давай будем разбираться что случилось и начинаю выяснять что допустим на этой неделе было очень много разных звонков написание по цапе не по делу не вовремя поздно вечером рано утром и вообще от меня хотели получить больше чем я готова отдать что мне с этой эмоции делать я честно пишу своим а партнером до ватсап что я чувствую себя немножечко перегружены и давайте договоримся что я сегодня завтра послезавтра не буду отвечать на звонки вот не буду вот и все вот как например или я слышу печаль печаль мы себе вообще запрещаем слышать поэтому об этом тоже стоит поговорить я услышала у себя печаль я назвала что я в печали понимаю что осень и мне нужно время спокойствие для того чтобы ну допустим попрощаться с тем что из моей жизни уходит вот ему уже пора уходить из этой жизни но надо время чтобы это пережить я говорю что я в печали и сделаю что-то чтобы дать себе возможность единица успокоиться и не дергаю себя какой-то излишней к излишним желанием проявить радость показать радость и так далее я попечались до 100 потом я буду радоваться вот ну то есть о чем я могу сказать что отношения с эмоциями не бывает двух видов бывают отношения что эмоции как некая стихия не постоянно вас захлестывают раз захлестнула ярость раз и захлестнула истеричность или какой-то страх пришел он захлестнул вас головой в этом страхе тонете а есть вариант другой когда эмоции внутри вас и они вами управляем и то есть вы понимаете что эта эмоция пришла к вам вы понимаете что она как маячок о чем-то говорит о том что в вашей жизни пришло время что-то изменить вы слушаете эмоцию осознаете ее и делаете какие-то конкретные действия для того чтобы улучшить свою жизнь потому что коллеги любая эмоция которая к вам пришла она говорит о том что пришло время что-то в своей жизни поменять вот то есть все целительный процесс пошел в чате то даже моего внимания не требуется все очень здорово марин спасибо вам большое вот активные способы управления эмоциями это формирование навыков самоконтроля это навыки понимания что происходит с вами какая эмоция сейчас есть второе это умение выразить свои эмоции социально приемлемым способом иногда трудно прямо сказать я разозлилась я злюсь я печалюсь я тревожусь или там я устала не тревожьте меня вот и третье это умение самостоятельно прекращать негативную эмоцию и приходить в спокойное состояние без вреда для своего тела вот небольшое упражнение на это умение я готова показать прямо сейчас надо если надо огонечки ставьте замечательно огонечки стоят и так очень простой метод четырех вопросов когда вы испытываете какую-то сильную эмоцию ну например я в раздражении потому что у меня что-то не получается и я говорю себе что я сейчас испытываю я испытываю раздражение потому что что-то не так сделала и и все пошло наперекосяк я задаю себе второй вопрос а что будет если я не буду испытывать эмоцию ну во первых ничего особо не изменится а во вторых я наверно обрету понимание ясность что можно изменить третий вопрос готова ли я отпустить эту эмоцию когда-нибудь то есть готова ли я перестать испытывать раздражение ну да зачем мне раздражение готова и четвертый вопрос готова ли я из перестать испытывать эту эмоцию прямо сейчас все и эмоции приходят берега и больше вас не захлёстывают еще упражнение очень хорошее упражнение на осознание своего эмоционального мира вы берете рисуете вот такой контур человечка и заштриховываете места где живут разные эмоции но например ярость живет то пусть в кулаках ну или шея в груди у кого где например страх живет то где-то в животе любовь и нежность области сердца страх может пятках тоже жить душа в пятки уходят не зря так говорят вы все это расписываете эмоции а потом я очень советую сделать еще одного человечка еще одного человечка и нарисовать на нем карту ваших болей то есть что где когда болит потом вы человечков сопоставляете и некоторое время сидите в нему удивление потому что видите что места проявления сильных эмоций места проявления ваших болей совпадают они ну совпадают разных людей от 50 до 100 процентов когда ты чувствуешь что оскорблена и с каждым днем все сильнее елена увидела ваш комментарий сейчас будем говорить про ассертивное поведение я расскажу немножечко и дам вам ответ вот то есть когда мы эмоцию не проговариваем и в ответ на эмоцию либо давим ее и ничего не делаем либо пусками на самотек то у нас эмоция застревает как бы в теле образуется некий телесный зажим ну например поставьте сейчас огонечки у кого болит шея спина и вот вот здесь вот плечевые суставы вот опять много огонечков есть она смотрите если у нас кто-то кто кто дома вот если вы дома или вы на работе на никого нет попробуйте сейчас делать такое упражнение вы берете довольно тяжелое полотенце но или можно кофту так свернуть повесить на себя анжел сейчас мы быстро справимся вот вешайте вот так вот полотенце и пытаетесь без применения ладошек и пальчиков это полотенце себя спихнуть вот такими движениями вот и потом ощутите что вы почувствуете когда полотенце с вас упадет если кто-то сейчас сможет сделать это то поделитесь с коллегами напишите кодовое слово полотенце и потом что вы почувствовали вот тоже еще одно упражнение то есть еще раз эмоция не должна быть стихия некая должна быть стимулом для действия что я испытываю для чего мне это чувствовать и как я могу получить желаемое вот ну и хорошо бы если вы очень эмоциональный человек понимает что вас не устраивает ситуация повести ну примерно недельку дневник эмоций в которой вы записываете что вы сейчас чувствуете для чего это мне и как я могу получить желаемое очень хорошо помогают не никаких эмоций поэтому попробуйте движемся дальше управление стрессом стресса это такое нехорошее слово мы говорим нам плохо у нас стресс да я постоянно в стрессе на самом деле уважаемые коллеги стресс нормальная физиологическая реакция человека который столкнулся с какими-то трудностями то есть наш организм запрограммирован таким образом что если мы сталкиваемся с жизненно трудной ситуации то в нашем организме происходят некие физиологические реакции которые делают из нас но практически супер человеком это выброс кортизола кортизол дает с одной стороны большую резвость а с другой стороны нечувствительность к боли это повышение давления повышение уровня глюкозы повышение частоты сердечных сокращений то есть увидев что-то страшное мы моментально превращаемся в супер человека супер леди и несёмся с этим страшным бороться в природе естественный механизм проживания стресса выглядит примерно так мы мобилизовались на что-то мы сразились с этой неприятностью или страхом и мы дали себе время на отдыхе восстановление сил мы себя такой радости не даем потому что мы мобилизуемся стрессовой ситуации мы ни с кем не сражаемся ну допустим меня оскорбили обидели я ничего с этим не сделала но стресс уже возник усиливается стрессовая реакция и таким образом если у нас нету периода отдыха то получаем привычный стресс это постоянное высокое давление это постоянный высокий кортизол сахар крови диабет и все дела связаны вот именно с такими нарушениями до зарядка каждый день вообще отлично как мы можем снизить уровень личной тревожности что помогает это упражнение на релаксацию которые снижают мышечное напряжение которые делают нас более спокойным уравновешенным и еще упражнения на релаксацию и медитации они помогают нам контролировать себя и свои проявления свои эмоции медитации я сейчас беру не в плане какой-то религиозной практике а в плане никого такого действия когда мы садимся расслабляемся и глубоко погружаемся в свои телесные ощущения вот как пример медитативной практике упражнения волшебный шар можете сделать как мы только когда закончится вебинар посидеть с этим упражнением подольше представьте себе что у вас на ладошках два шара на одной ладошке черный шар в котором все плохое что с вами случилось а в другой ладошки светлый шар в котором все хорошие какие-то приятные события и вы глядя на ладошки начинаете по по очереди заходить в черный и в белый шар снова в черный снова в белый и через какое-то время вы понимаете что ваши эмоции успокаиваются следующие упражнения на земле вот их тоже очень много в интернете поэтому я не стала приводить здесь пример это когда вы ложитесь на пол расслабляетесь уравновешиваете ваше дыхание и начинаете ощущать на какой-то маленький миг что земля держит очень крепко что этой земле можно довериться и на ней полежать и просто расслабиться как на больших ладонях чего-то большого какого-то большого и доброго существа и просто ни о чем не думайте не беспокоиться в этот момент ну и можно еще использовать упражнение на коррекцию эмоционального фона на физиологическую коррекцию здесь в презентации они расписаны это упражнение выше горизонта она делается очень просто когда вы думаете о чем-то серьезном и нехорошим просто берем какую-то открыточку можно кредитку можно телефончик мы оставим на уровень глаз и какое-то время смотрим вверх выше горизонта и вдруг понимаем что раздражение куда-то уходит не чисто физиологический механизм и практиков которые нужно вчитаться и она очень хорошо помогает я использую частенько это меридиональная интеграция дыханием автор метода константин давлатов очень хороший психолог к сожалению ушедшие от нас уже но вот практику он оставил нам как наследство посмотрите потом на презентации это работа с биоактивными точками и она очень хорошо помогает успокоиться ну и разные медитативные практики тоже я вам очень сильно советую делать потому что они помогают что решают медитации умение удерживать внимание справляться со своими эмоциями и слышать принимать себя вот одна из медитации тоже она очень интересная очень хорошая расскажу ее быстренько это упражнение контроль на три точки вы ложитесь или садитесь расслабляетесь и начинаете мысленно думать сосредоточивать все свое внимание на какой-то точке своего тела ну например на коленке правой и вы сидите спокойно и все внимание сосредоточивать на правой коленке и когда у вас это получится то вы берете еще одну точку например левое ухо и теперь ваше внимание сосредоточено уже на двух точках а потом на 3 ну вот обычно трех точек хватает для того чтобы хорошо расслабиться и даже немножечко под заснуть вот то есть вот этими техниками даже те техники которые есть презентации про которые рассказала ими можно пользоваться и их хватает для того чтобы себя приводить в нормальное состояние самое главное знаете что захотеть себя привести в нормальное состояние то есть не мириться с тем что я пришла домой уставшая выжатая злая и вообще не покусенькая а сказать своим домашним так ребята мне надо полчаса и в эти полчаса может вместиться душ медитация даже кусочек йоги какой-то чай что-нибудь еще и вы расслабляетесь хорошо так вопросы с тремя объектами работать внимание нельзя а вы попробуйте валентина вы переключитесь на это волны и вам будет очень хорошо но советую пробовать перед сном потому что скорее всего рассредоточив внимание на трех объектах вы сладко заснете будете спать до утра хорошая техника правда так и совсем немножко времени осталось и я хочу рассказать хотя бы дать представление о том что такое ассертивное поведение вот с моей точки зрения это хороший инструмент для того чтобы секундочку для того чтобы нормально себя чувствовать и нормально общаться с разными окружающими нас людьми даже теме которые хотят заставить работать три ставки по цене одной теме которые хотят вывести на разные эмоции ну и так далее что такое ассертивность это способность человека быть уверенным и спокойным в любой ситуации но если посмотреть в корне вот этого учения ассертивности то там звучит такая мысль что любое наше действие любое наше поведение должно быть не хорошим и неплохим оно должно быть для нас полезным вот и есть некая большая сфера ваших потребностей до когда вы не учитываете потребности других людей если человек продавливать только свои потребности то он ведет себя агрессивно есть другая точка зрения когда человек стремится удовлетворить потребности других людей а про свои забывают это пассивное поведение это и другое поведение не обидет к счастью но если мы уравновешиваем наши потребности потребности других людей то мы становимся ассертивными и честное слово а вот честно вам скажу что это очень классная жизнь действительно эта жизнь в которой есть чувство собственного достоинства и есть ощущение что я хороший человек я полезный человек и и вообще мне хорошо живется вот поэтому напишите себе пожалуйста что такое вот просто слова ассертивное поведение и почитайте об этом есть книга хохлова ассертивный человек она классно она есть на озоне я купила и прочитала вот поэтому есть тут о чем поговорить а пока вам самое последнее это правило ассертивного человека которых я придерживаюсь своей жизни ну честно по своему опыту по опыту своих клиентов коллег тоже вам советую первое я имею право оценивать свое поведение мысли и эмоции отвечать за их последствия то есть как я виду это мое дело но ответственность лежит тоже на мне я имею право не извиняться и не объяснять свое поведение я буду примерами подкреплять немножечко ну например мне звонят звонков же много у нас в телефоне звонят и говорят вы хотите пройти лечение для ваших волос там бесплатно и так далее ну все сталкивались такими вещами я говорю нет человек на другом конце провода шалеет и говорит вы что волосы свои не любите я говорю волосы люблю лечение пройти не хочу все там человек зависает ну то есть если я говорю нет или говорю да то я не не обязана оправдываться и говорить почему я не хочу или почему я хочу чего-то третье я имею право самостоятельно обдумать отвечаю ли я вообще или до какой-то степени за решение проблем других людей тоже чудесное есть образное такое выражение это не моя чашка чая что вы считаете своим кругом обязанности что обязаны делать другие люди допустим с этой точки зрения правильно ли идти домой к ученику сидеть с ним для того чтобы он выучил стихотворение и завтра на уроке вам же стал его на пятерку это реальный случай то я не придумала вот честно честно я не вру то есть где здесь ответственность ученика его родителей и педагога четвертое я имею право изменить свое мнение вот это правило очень хорошее потому что вокруг нас обстоятельства меняются ежесекундно если допустим я когда-то в своей жизни приняла решение быть учителем жить с определенным мужчиной работать только в этой организации или ходить только в юбках а жизнь применялась я имею право изменить свое мнение надеть джинсы сменить работу и иногда и мужчину тоже полезно менять дальше я имею право ошибаться и отвечать за свои ошибки тоже в нас этого нету и каждая ошибка рассматривается просто как приговор себе то есть если ошиблась я плохая на самом деле если ошиблась то я поэкспериментировала я получила некую новую информацию об этом мире и теперь я стала сильнее ну вот как то вот с такой точки зрения рассматривать я имею право сказать я не знаю я имею право даже сказать я не знаю но могу погуглить если сильно надо седьмое я имею право быть независимым от доброжелательности остальных и от их хорошего отношения ко мне это право добывается длинными размышлениями или длинной хорошей психотерапией когда человек перестает зависеть от мнения окружающих людей тогда его жизнь кардинально меняется то есть если вы не ведетесь на похвалу и если вы не боитесь критики тогда чем еще с вами справляться то есть как с вами поступать тот единственный способ давать вам большую зарплату чтобы вы работали за эту зарплату ну вот как то так иногда зарплату заменяется похвалой и мы это спускаем дальше следующее правило их немножко осталось я имею право принимать нелогичное решение я имею право сказать я тебя не понимаю объясните мне пожалуйста или объясни мне пожалуйста и я имею право сказать меня это не интересует вот это правило ассертивного человека и по поводу как себя вести если меня оскорбляют каждый день то наверное из этой ситуации нужно выходить каким-то образом да допустим сказать человеку меня оскорбляют вот эти вот вещи давай договоримся что больше этого происходить не будет либо меня здесь не будет и все это относится и к семье и к работе это ко всему не допускайте того что вас обижают вот если больше таких семинаров практик да вообще легко то есть это малая только часть того что я могу сделать я поняла запрос я увидела сколько людей сегодня пришло и буду предлагать свои темы вот больше в группе вконтакте там есть семинары практики там есть сказка даже психотерапевтическая мамина одеялко можно зайти посмотреть вот ну и и все на этом я заканчиваю спасибо вам что были я желаю вам побольше солнышка я желаю вам сделать вашу жизнь отбалансированной счастливой приятным для вас так чтобы работа приносила только радость а не выгорание всего доброго передаю слово татьяне викторовне он здесь он 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 Продолжение следует...